Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусное овсяное печенье. Почему-то у меня на канале нет ни одного рецепта овсяного печенья. Хотя этих самых рецептов у меня, наверное, штук 100 точный. И я все перепробовала, переготовила, очень многими пользуюсь, возвращаюсь к ним. Здесь у меня 100 грамм овсяных хлопьев, которые, нужно долго говорить, не быстрые. Высыпаю их в блендер. И нужно немного их размолоть. Не совсем, прям вот в муку, чтобы остались все равно части какие-то целые. Пока отставим овсянку в сторону. Не перечисляю ничего, все ингредиенты, как всегда, вы, кто смотрит, знаете, все под видео всегда. 113 грамм сливочного масла. 113 грамм, ну, потому что рецепт американский. И там, наверное, стандартная фасовка масла идет палочке по 113 грамм. Можете округлить 110. Я его немножечко размягчила в микроволновке. Добавим сюда сахар. Сахара нужно всего 150 грамм. Беру напополам 75 грамм коричневого и 75 грамм белого. Постарайтесь найти коричневый сахар, потому что так вкуснее. Структура немного другая получается. Взбиваем теперь масло с сахаром. Сейчас буду продолжать взбивать и добавлю одно яйцо. Взбиваем, пока не получится вот такая пушистая однородная масса. Теперь добавлю сюда пол пакетика 5 грамм ванильного сахара. Вот эту овсянку, которую мы размололи. Здесь у меня 150 грамм муки, в которую нужно добавить чайную ложечку. 5 грамм. Одну такую чайную ложечку. В эту муку я добавила сейчас такую хорошую с горкой чайную ложечку разрыхлителя. Если хотите, то измерьте на весах 5 грамм. И добавлю одну чайную ложечку корицы. Корицы и буквально просто вот щепотку соды. Одну четвертую, одну четвертую где-то чайной ложечки. Перемешаем и добавим эту смесь сюда. Я вижу, немножечко еще муки придется добавить. Добавляем муку по потребности. Тесто не должно быть слишком плотное и не должно быть слишком такое липкое. Долго вымешивать его тоже не нужно. Собрали в ком и все. Вот такое вот, не слишком плотное, не слишком мягкое тесто. Ну и все, формируем печенюшки. Я люблю их большие делать. Поэтому я взяла вот такую вот ложку для мороженого. Она достаточно такая объемная. Просто скатываем шарики, немножечко их приплюснем и выкладываем на лист подальше друг от друга. Потому что они имеют свойства немного растекаться. Вы формируете, как вам нравится. Можете маленькие шарики делать. Берите тогда маленькую, мерную ложечку какую-то. Вот и отправляем первую партию в духовку, разогретую на 180 градусов. Как видите, я выкладываю их немного. Потом покажу, потому что они увеличатся хорошо. Вот видно, да, что они так хорошо разрастаются, хорошо растут. Поэтому выкладываем не впритык друг к другу подальше. Вот я доставила первый листик из духовки. Выпекался он у меня ровно 13 минут. Можно было даже минутку меньше начали кончики подпекаться. Но ничего страшного. Сразу не пытаемся его снять, потому что оно будет, видите, очень мягкое. Пусть минут 5 полежит на листе, а потом уже снимаем. Вот печенюшки мои остыли. Посмотрите, какие они красивые получились. Вот такого вот размера. Вот по сравнению с моей рукой видно, да? Почти вовсю ладонь. Но я такие люблю. Можете делать маленькие. Такое вот нежное, ароматное, очень вкусное овсяное печенье. Попробуйте этот вариант. Может быть, вам понравится с чашечкой чая, какао, кофе, с чем угодно. Всем желаю удачного овсяного печенья. И до скорой встречи на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok